Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, пожалуй, для начала нам поблагодарить организаторов замечательную организацию и сопередоставленную одну из них по поводу вопросов, которые интересны, кажется, не только мне. Да, ну сначала в порядке продолжения приветствую. Вот эта конференция Витя Натикова, как кажется, вышла за границей университета. Потому что в том отеле, где я поселен, гостям предлагается вот такой типичный трубок с надписью, которая как будто бы намекает на то, для чего мы это собрались. Если гостиничный трубок, все решено, что на флангах отбежат. Там видно, да, что написано? Повылечить можно? Слова имеют значение. Мне захотелось думать, что это только в моем номере такое. А в других номерах русский, по-моему, в духе Витюштейна. Там следующий афоризм, где эта тезь продолжает развиваться. Что слова, возможно, имеют не только значение, а может быть не только слова имеют значение, а может быть, я подниму, представляю. Ну, в общем, вот такая вот история. Конференция выходит за границей от Истин. И где-то там происходит моральная к ней подготовка. Что не может не радовать. Так, ну что, приступим к теме. Значит, в порядке исторического людей. Значит, то, что первым делом стоит заметить, что чисто исторические исследования, с которыми связана тема объявленной конференции, начались где-то 70 назад с небольшим, и начались в англоязычной философии. Ну, и так совпало, что примерно в это же время начали переводиться на английский язык первые работы Готлова Фреги. И совпало это, получается, так удачно, что Фреги очень быстро был признан, объявлен, назначен поначалу предтечей не только теорией референции, но вообще философией языка, причем англоязычной философией языка, а потом и вовсе отцом-основателем. Ну, основания для этого, конечно, были. Основания для этого есть всегда, но объясняется это отчасти тем, что в первой переведенной работе Фреги на английский язык была как раз статья о смысле и значении. Потом пошли другие, но он уже воспринимался в англоязычном и англоязычном и англоязычном мире, и именно вот в этом случае это все, как человек, который занимался вопросами, связанными с философией референции и философией языка. Ну, и по этому поводу уже 20 назад прозвучала такая шутка, что если принимать близко к сердцу весь поток литературной Фреги индустрии, то может создаст такое впечатление, что в Фреге был такой англоязычный автор, который занимался философией языка. Нет, на самом деле писал он по-немецки и занимался математикой, основанием математики. Вот, но это, конечно, не повод для того, чтобы заниматься такими-то разоблачениями и говорить, что на самом деле все было не так. На самом деле, наверное, подавляющее большинство мыслителей древности, если бы могли вызвать их дух, наверное, они бы сказали, ребята, извините, я вообще-то говорю не про это. Поэтому мы всегда берем из прошлого то, что нам интересно здесь и сейчас, но тем не менее уточнение того контекста, в котором происходило развитие тех идей, которыми сейчас пользуются, всегда заслуживает отдельного внимания. Ну, в частности, примитивно к Фреге, тут два, по крайней мере, вопроса требуют освещения. Во-первых, какое место занимала вот эта теория смысла и значения в контексте фрегерского проекта логицистского обоснования математики. И, в частности, к динамике развития его взглядов, его подходов к решению соответствующих объектов. И второе, это историко-философский контекст, в котором вот это все происходило. Именно вот на тот момент времени, на начало 90-х годов, германской философии нового. Ибо... О, работает. Значит, статья Фрейд, как известно, была опубликована в 1892 году, но непосредственно перед ней появились вот еще несколько текстов, которые несколько менее известны. Первый, кто на эту тему что-то озвучил, был Эрнст Шиона. Его трехтомные лекции по алгебеологии хорошо известны, хотя непонятно, кто их сейчас читал вообще. Но, по крайней мере, известно, о чем там речь идет. А там вообще-то вовведение... Вовведение значительный объем посвящен, внезапно, что называется, посвящен вопросам, связанным с проблемой семантики. В частности, целый раздел под названием Б. Всего их было три раздела вовведения. И вот второй из них, аж на 40 страниц, посвящен рассуждениям о природе имен и знаков. Зачем он это сделал? С какой целью он начал на эти темы рассуждать? Непонятно. Ну, то есть, исторически понятно, но какую роль вот это рассуждение играли и его проведет к алгебе? Ну, очень хорошо. Но, тем не менее, Шредер оказался первым, кто, по крайней мере, публично, начал на эти темы что-то там теоретизм. И значительная часть того, что было вовведение, он оформил в виде отдельного доклада про знаков, который был прочитан в необычных тысячах. Частично он совпадает, но не поможет. И затем отозвался не только на это введение, но в целом на первые том лекции по логике относительно молодой, тогда еще и Эдмун Бусин. Ну, по состоянию на 91-й год, он уже по первому образованию все-таки математик. На тот момент он уже как-то, уже не очень математик, но еще не совсем философ. И отозвался он довольно задуманной рецензией, где значительная часть посвящена критическому разговору именно того, что Шредер писал в разделе Б этого введения. Ну и кроме того, еще один текст от него сохранился, неопубликованный тогда при жизни, ну, если в логике знаков. Это, по всей видимости, предполагалось как один из параграфов по второму полу о философии арифметики, опубликованной в 91-м году. Но тогда он от этой работы отказался, потому что начал эволюционировать в сторону известно чего, того, что потом превратилось в логические исследования, а затем вообще в феноменологию. И этот текст был опубликован уже в нашей лидии, в Гусердиане, в 1970-м году. Ну, там издатели утверждают, что текст относится уже к 1890-му году. Это немножко странно. Но раз издатели так говорят, то, видимо, это и есть основа. Вот. Вот эти два, по крайней мере, автора предшествовали работе Фреги о смысле и значении. Но сказать, что тут была какая-то повследовательность, ну, типа, как там, когда их разбудили герц, еще, пожалуй, скорее нет. Нельзя сказать, что Шрёдор тут разбудил Гусерли, а Гусерли разбудил Фреги или они оба разбудили Фреги. На самом деле, это все произошло как-то молниеносно и спонтанно. Ну, потому что, если тебя с Гусерли вот этот еще 90-го года, то понятно, что они работали как-то параллельно, независимо до потом. Да и статья Фреги, хотя она вышла в 92-м году, но по многим данным, написана она была заметно раньше, просто тоже не стала в своей очереди в журнале «Хилософия и философской политики». Ну, и кроме того, еще весной 91-го года Гусерли Фреги вступили в Переписку и уже в мае 91-го года Фреги в письме Гусерли ну, кратенько сообщает о таких вещах, которые явно выглядят как дальнейшее развитие того материала, который вложен в статье о смысле и значении. То есть там он начинает говорить о понятии, то, что в статье почти не затрагивается. То есть вот эти вещи произошли практически как вспышка, скорее, нежели как последовательное влияние одного на другого. Вот. Вспыхнуло и погасло. Ну, вот Фреги был последний и стал классикой. А это вот как-то ушло едва ли не в небытие. Про это сейчас мало кто вспоминает. Но это показатель того, что это происходило как-то не случайно. То, о чем Фреги писать началось. Значит, ну тут вот на что внимание-то можно обратить, акцентировать. Во-первых, все трое математики. Так или иначе. Да безо всякого иначе. Они просто математики. Хотя Гусерли уже такой математик немножко отщепенился. Но все равно он тут поначалу выступает как математикой. А во-вторых, это не мерзкий автор. Это тоже здесь существенно информативно. Потому что то, что они здесь занялись вопросами семантики, это некоторая новость. Потому что вообще-то проблема семантики и значения языковых выражений традиционно, это скорее британская тема. В величайшем исключении. Начиная чуть ли не со средних веков, когда францисканцы, которые придерживались номинализма, нашли себе логовище на этом британском острове, на континенте и хахте-кордовей. Ну вот так эта традиция и пошла. И даже когда логика потеряла авторитет в новое время, у ведущих философов, у Локко, у Беркли, у Юма в меньшей степени, вопросы, связанные с семантикой, с едиоткой, занимали довольно-таки важное место и большой объем. И после того, как случился некоторый застой в истории Локи в течение 18 века, когда учебников Локи практически не писалось, область знаний это была как-то дискредитирована, понижена. В общем, когда пошло возрождение в 19 веке, то, начиная с Ричарда Уэтли, вот этот лингвистический, лингвистический подход был возрожден, хотя и на Новом Омоле. Но здесь уже произошел некоторый отход от древней традиции, потому что тогда все крутилось вокруг термина сигнификация в эти старинные времена. И вопрос стоял в том, в чем, собственно, состоит сигнификация Локи. Ну да, британская традиция изложения в частности Локи состояла в том, что там Локи тесно связывалась с языком в отличие от континентальной традиции изложения. И, соответственно, основные принципы Локи излагались в терминах содержания имен. Ну, если вы в континентальной Локи, начиная, ну, как минимум, с Арной и Николя, Локи занималась идеями, затем понятиями, суждениями. В британской традиции речь шла об именах и предложениях. И потом предложения превращались к оппозиции, как в суждении выровненных словах. Но, во всяком случае, вот такое было основание. А в 19 веке начинается некоторый отход, и люди начинают, разные авторы, идти своими путями, когда он что-то споет. Там появляется понятие класса, как содержание минион у Этли. Мин, например, начинает говорить о смысле, то есть минин появляется у него как отдельная категория, хотя появляется непоследовательно. Потом он начинает, ну, сначала рассуждает как о чем-то самостоятельном, ну, там, в чем состоит смысл все-таки или в коннотации, или в коннотации. Потом получается у него, что минин совпадает с идентификацией. В общем, он-то начал употреблять там слово минин вроде как терминологически, но это отрефлексирует. Ну, и другие авторы тоже что-то там свой пытались придумать. А в Германии эта тема практически отсутствовала. Где-то между делом иногда кто-то мог про нее вспомнить, но она не играла такой фундаментальной роли, как в британской традиции хоть лодки, хоть философии. Вот. Но в 19 веке начинает происходить такое взаимопринкновение. То есть, с одной стороны, немецкая философия оказалась таким мощным потоком, который повлиял вообще на все, и английский логик вдруг стал излагать в немецких терминах свой материал. Но с другой стороны, и британские традиционные вещи начали проникать в Германию. Постепенно, не спеша. Ну, в частности, трактат Милля, система логики на немецкий язык был переведен достаточно оперативно, всего через 6 лет после издания. Какой он там, какой он вызвал из-за нас, не очень понятно, но, во всяком случае, в 68-м году уже вышло третье издание, и вот, ну, по крайней мере, после него наблюдается какое-то оживление. По крайней мере, все трое перечисленных авторов ссылаются именно на третье издание работы Милля. Вот. Во-вторых, в конце 60-х годов, тут можно, ну, с точностью даже до дат установить, начинаются переводы классиков британской философии нового времени на немецкий язык. То есть, вот, прямо в 68-м году одновременно с третьим издания Милля появляются переводы трактатов Беркли, Тюма, Лоха. Некоторые переводятся вообще впервые. Некоторые, вроде бы, не впервые, но после столетнего перерыва. Ну, а за 100 лет до того, вообще-то, немецкий философский язык находился еще только в стадии формирования. Эти переводы уже уже как-то потеряли свою ценность. Надо было замок передавать новую, уже сформировавшуюся немецкую терминологию. Ну, вот, с этого момента наблюдается такое вот первое вдруг, действительно, начиная с 70-х годов появляются первые монографии, защищаются первые диссертации в германских университетах, посвященные темам, связанным с английскими полуцами, в том числе с темами, связанными с, ну, пока еще не слогическими, скорее с философской семантикой, хотя поначалу довольно робко. Но начинать эти вещи затрудняются. И тут еще стоит упомянуть выход второго издания Куна Фишера, небезызвестного историка, философии. Да, второе издание Фрэнсиса Бэкона и его последователей это 75-й год, отличается от первого тем, что там добавлен довольно объемный текст, посвященный именно семантическим идеям британских философов. Начиная с Бэкона и кончая логом. Вот. И тут что еще стоит заметить, что мало того, что сами английские авторы начали как-то с этой базисной традиционной терминологии экспериментировать, по-разному вытолковать, что-то свое добавлять, но в этих разных переводах на немецкий эслик единообразие отсутствовало полностью. То есть как только не передавались вот эти английские традиционные и новые термины, вот эти signification, meaning, denotation, единообразия в переводах этих слов не было. То есть читая разные вот эти труды, допустим, Лока или Мильда, а немецкоязычный автор мог бы не догадаться, что речь идет об одних и тех же понятиях. Поэтому вот в том числе вот у этих товарищей опять такая огоньница и такое ознакомство в понимании некрепной. Дальше вот ну вы увидите в некоторых местах я вынужден в условиях добавлять оригинальные темы. Потому что то одно и то же слово в разных смыслах употребляется, то наоборот разными словами вроде бы одна и та же интуиция выражается. Ну в общем вот такая вот история. И наконец вот это вот вывез в то, что именно в 90-м, в 91-м годах вдруг вот эти три математика начинают пытаться изложить что-то систематическое на эту тему. Но вот такая особенность все-таки в фритансской логике и философии эти вещи посвящались традиционном ключе в том смысле, что вот эти вещи обслуживают то, что теперь называют традиционной логикой. А вот эти три товарища они же так или иначе занимались математизацией и вот эту семантическую проблематику начинают адаптировать именно к такому построению логики, построению исчислений и формализованных языков. Вот это тоже существенная особенность. Что отличает вот эти три материала от того, что традиционно было в британской логике. Так, ну давайте чуть-чуть подробнее начнем со Шлёдера, поскольку он был первый. Ну, в частности, из доклада о знатах. Значит, как я сказал, там во многом воспроизводится материал того, что было в введении, поэтому обратим внимание на то, чего в этом введении не было, что туда не попало. Ну, там он, собственно, начиная с того, что пафосно прямо-таки поет гимн, роли знаков в развитии человеческого духа и человеческой цивилизации. Если бы не было знаковой деятельности, неизвестно, где бы находилась человечество. Впомни того, что там даже пытаются классифицировать, когда это было, да и сейчас всегда модно классифицировать разные эпохи с точки зрения технологических оснований. Век железа, век электричества и вот сейчас наступает век бумаги. Потому что столько знаков, такая вот такова, столь велика роль знаковых систем, что они требуют огромных объемов бумаги для того, чтобы выразить все, что они выражали. в частности приходят к выводу, что дальнейшее развитие, в том числе и развитие наук, требует более тщательной работы со знаковыми системами. И даже там появляется такой тезис, что всякая наука на ранних этапах проходит индуктивный этап развития, а потом переходит в индуктивную стадию, и она как раз честным образом связана с тем, как дезюктивная работа обслуживается знаковыми системами. И вот делает он тут так, надо отключать. А, и отсюда. Двух кнопок и закрываешь. Да. Ну, в частности, для того, чтобы мы эффективно перешли к новой стадии развития, надо избавиться от недостатков словесных языков. Но первая из них это случайная связь между знаком и обозначаемым. То, что мы какими-то словами или иными знаками обозначаем те или иные понятия, это обуславливается исключительно привычкой, но не природопредставления или природой знаков. Вот это должно быть преодолено в каком-то идеальном языке, типа того, о котором когда-то мечтал лечь. Ну и второй, там он и больше, но вот это главное, которым потом уделяется основное внимание, то, что в естественном языке, при каком там выражается словесный языке, слова нечеткие, что они осмысленные и многосмысленные. В принципе, вот вокруг этих главных тризисов у него там дальше все верится. Вот. Ну и дальнейшее усовершенствование связано с тем, чтобы избавить знаковые системы или используемые в науке языки вот от этих указанных недостатков. Чтобы соответствие между знаком и представлением было адекватным. Чтобы знаки точно отражали те признаки, из которых составлены понятия, как они различаются и как они соединяются. Ну и вот дальше, видите, там мелькает у него такое словечко бигриф шрифт. То есть от обычного словесного языка надо перейти к такому языку, который бигриф шрифт. Но тут он не намекает на фреке нашего возлаба вообще. Для него он тут даже не вспоминает. Хотя работа в фреке с соответствующим названием уже 10 лет как появилась. Это словечко взято у Транделенбурга. Так, вот тут надо оговориться, можно было сразу сказать, что все трое очень в значительной степени опирались на известный доклад Транделенбурга, опубликованный в 1867 году, посвященному Ледницевскому проекту универсальной характеристики. Вот сейчас это не самый знаменитый текст, вообще неизучаемый, кроме тонких историков кажется, оно не знает никто. Но вообще говоря, то, что вот эти три товарища восприняли Леднице именно в обработке Транделенбурга, оказалось таким вот форматирующим, решающим, влияющим. Вслед за Транделенбургом и вслед по крайней мере за этими тремя, мы до сих смотрим на Леднице существенным образом глазами Транделенбурга. Ну, например, именно Транделенбург интерпретировал его проект как состоящий из двух частей, а именно язык и исчисление. Сейчас это кажется настолько естественным, что я студентам также эти вещи излагаю. Но это вообще говоря не единственно возможно. То есть это обосновано текстами Леднице? Но ведь он же вот эти вот вещи связанные с универсальным методом с универсальным языком не изложил в одном плодеве систематизированном. Он у него разбросся по множеству разных заметок как известно. И в разных текстах он к этой проблеме приступает с разных сторон, использует разные слова, разные обозначения. И там можно очень разные подходы из них извлечь. Но можно вспомнить две работы авторов Искога Бальцанов в 40-е годы Экснера и Циммермана. Тоже такое думчивое у них изложение. Но они по-другому раскладывают Ледницевские подходы и его проекты. Там основной акцент не делается на вот это развлечение языка и счастливия. Так, но это уже отдельно немножко что-то. То есть вот этот подход и интерпретация Трендеринбурга обоснована конечно текстами Ледница, но она не единственная возможность. Все трое существенным образом исходят из интерпретации Трендеринбурга и считают Ледница отцом-основателем того, чем они занимаются и куда они двигаются. В нем они чекают свое основное вдохновение, цитируют его в разной степени интенсивности. Даже если не цитируют, то следы все равно всегда идут. Да, так вот Беглевшин, что у него здесь не со ссылками не с намеком на Фредди, а с намеком на Трендеринбурга. Это он обозвал Ленинсовский проект, вот эти вот словечки. В отличие от естественных языков, обычных письменных письменных языков понятий есть. Понятий лишний. И дальше развивая эту мысль показывая, что потихонечку начатки вот этого Беглевшрифта появляются в языках науки, особенно в математике, что-то там химии, где знаки действительно могут считаться характеристическими в смысле ведницы, отражают самые высокие вещей, что-то вот начало происходить в логике, и даже здесь он опять Фрэнгерин вспоминал. Ну вот там три фамилии он называет, Марко Фрэнклина, это поучение Фрэнклина, что если вот эти идеи получили какое-то развитие, то благодаря вот этим авторам в первую очередь. Фрэнгеринбург разговор пока был. Да вообще не . Ну да, он же на его предъявший вписал рецензию за 10 до этого и невысоко оценил его достижения. Не было потому, что вроде как он делает то же самое, что делалось в Алгере-Локе, но на вот этом мудреном двумерном языке. Ну и кроме того, он не считал достоинством то, что Фрэнгерин ограничивался всего двумя логическими функциями. Да, потом Фрэнгерин ему ответил таким легким уколом в основаниях арифметики, упрекнул его в психологизме. В общем-то, как-то они мелкими уколами обиделись. Но играла ли тут роль какая-то личная обида непонятная. На всяком случае в подходах Шрёдера Фрэдди так уж высоко не оценил. Так. Ну и дальше. Переходим к лекции. Что касается этого доклада, в конце он так еще неожиданно показывает себя каким-то таким мечтателем романтиком. Он там указывает, что важность этих развитых дегруктивных правильных принципов вообще-то она важна и потому, что когда-нибудь нам придется общаться с внеземными инопланетными цивилизациями и на каком языке мы с ним будем общаться. И там целая страница текста посвящена вот этому. Если там разумные существа вообще говоря там не нужны будут наши обычные народные руки. Надо развивать язык понятий и изучить чистую разницу. Какие-то рисовать узоры геометрические вот это они втыми. Ну так ладно это будет. В общем неожиданно до конца девятнадцатого века это как-то в научной фантастике что-то такое уже появлялось но то, что это в научном докладе звучит вот такой тезис такой аргумент это по-моему это немножко неожиданно. Так и переходим к лекциям там где это все подробно. Значит еще раз главная его мотивация в том чтобы обеспечить вот вот такие строгие детективные языки которые избавлены от недостатков естественных языков. И вот здесь он пытается на сорока страницах разложить эти подходы ну немножко систематично. Ну начинает он с того с необходимости различать слова и имена. Они как-то связаны но во-первых не все слова являются именами дальше у него длинное рассуждение в области грамматики то есть разные грамматические категории причем в разных языках они не совпадают есть например артикли которых нет в русском языке и в латинском тоже там вроде поменьше получается но артикли относятся к тому что имен себе не несет а также предлоги союзы так ну вот именем он пытается дать определение это вы сейчас можете прочитать но все-таки это даже не определение а такой заход это слово последних слов или знаков которые в соответствии с конверциями об их употреблении предназначены для обозначения предмета мышления или самой вещи но тут на всякий случай в скобках я уточнил что тут слово обозначение использовано ну и кроме того он добавляет что вообще-то имена могут выражаться не только словами что мы наблюдаем в математической практике там для этого используются буквы и это кажется даже еще эффективнее чем обычные слова вот ну потом пошла попытка классификации и линий первое что он вспоминает это слова однословные и многословные и в этом контексте появляется такой пример ну кто читал Фредди может загореться но зря он не о том не о том о чем пройдет потому что вот да он называет их однозначными термины слова имена он хочу называть столица германской империи самый большой город наш Плее не просто Берлин все это слова равнозначные но на всякий случай видите по-немецки разные термины равнозначные а там вот слова обозначают смысл грицай то есть не равно обозначающий а вот не равно кто-то ближе к тому что смысл не равно значающий да как-то вот так не это по поводу того что бардак там был в терминологии вот но это не о том о чем Фредди это просто пример того что слова бывают однословные бывают ой простите имена бывают однословные бывают новословные и вот смелый переход видимо оказался что выражение составлено из многих слов это тоже имена тоже имеет право так называться вот оно а потом когда вот по поводу равнозначности там у него эта мысль в другом месте продолжается да он вот на этот феномен обращает внимание могут быть разные имена в одной и той же вещи что она по разному может быть описываться эти разные описания вроде как равноправные имена одного и того и даже некоторые научные исследования вводятся к установлению тому действительно ли за разными описаниями за разными именами стоит одна и та же вещь но это рассуждение предпринимает немножко с другой целью опять если мы захотим тут увидеть подход к некоторым идеям фреки то это мы послушаем потому что у него это рассуждение оканчивается замечанием что все-таки научное исследование доведенное до конца должно привести к тому что мы останемся с каким-то одним единственным правильным именем правильным описанием которое получит статус официальный он так выражается что должно получиться в итоге официальное имя описание то есть он все-таки вот обоих о построении идеального языка где будут окончательно правильно наименовать затем разделение имен собственных и общих ну вот тут сразу не то чтобы сразу слегка подумал как он это дело определяет вот имя собственного это полностью обозначает полностью определенные вещи в частности смерть Деника Цезаря как он считает такое же полноправное собственное имя британский луэк так бы не написал никогда выручка была но потому что кого не возьми они все-таки очень четко означает что есть имена единичные а собственные это только один из видов собственных именов вот это вот смерть Юлия Цезаря ни один британский автор на мой взгляд именем собственным бы не назвал единичное имя да но собственное имя например назвал бы это единичным но коннотативным не коннотативным соответственно не собственным так ну общие имена те что приложимы ко многим вещам способны совмещать любую жизнь вот о них интересно дальше пойдет ну тут достаточно банально нагрузили надеюсь что одно и то же общее имя присваиваются разным вещам на том основании что они совпадают у некоторых признаков ну это вообще ходячая такая мысль которая вот у кого только она не встречалась примерно так очень много объяснили например о фреде похожее выскакивало умейном тогда еще никому не известное много у кого так ну да вот общее имя примерно такое происхождение да потом переходит к описанию требований знаков нет в общем не потом вернемся еще ну вот такие немножко даже странные требования отчасти напоминают то что карма потом разработала то что сейчас стало стандартом но только отчасти это вот такой первый заход почему-то они должны быть коробками требования выполняются двух то что составляться они должны из простых и простейших ислам 9 что это значит но здесь он основной акцент делает на на правило составления более сложных знаков из простых ну вот тут я одно только предложение одну рекомендацию выписал но там на самом деле даже раскакивать такое слово что главное в этих местах дисциплина и дисциплина не в смысле научной отрасли или лечебной дисциплины а дисциплины как неуклонные неупостительные исследования каким-то правилам процедур то есть когда мы говорим о работе со знаками то главное в них именно вот это соблюдение дисциплины в том как мы с ними работаем как мы их обрабатываем как мы из простых составляем более сложные главный вот это а не то какие-то у них могут быть обнаружены внешние свойства вот ну и третье требование вот про него там больше всего потом идет наиболее подробное изложение что знаки должны быть однозначными и вот тут начинается это самое такое языковое но это требование настолько важное что я даже указал страницу что возвращается в двух разных местах с интервала в пять страниц сначала он указывает на то что знак должен указывать на один и только один предмет вот в этом проявляется требование однозначности а во вторых вот то что на сорок седьмой странице то что пользователи знака разные должны усматривать за одним и тем же знаком одно и то же представление ну то что сейчас назвали бы прагматическим требованием так значит что требованием но как следствие опять он возвращается к этому требованию которое в него теперь оказывается наиболее существенным для того чтобы это с двух сторон выполнялось всякие знаки в правильном идеальном языке должны быть однозначны то есть оно должно иметь какое-то постоянное значение а потом односмысленно то есть понимаете вот у него появляются эти словечки смысл ну там односмысленно а вроде как слова разные но кажется он недостаточно но еще так рефлексировал то есть он сейчас ведет речь не собственно про семантику не про смысл значения а про то как достичь однозначности знаков используемых в таком правильном регулярном языке который будет стоять на уровень выше чем какой бы то ни было естественный язык вот у него об этом в первую очередь так и вот да соответственно те кто это правило не выполняет это двусмысленно а то и многосмысленно и вот тут появляется первое такое что уже звучит старое при условии что они вообще имеют смысл имена неосмысленные или бессмысленные ну вот например круглый квадрат науки вообще должны кренебригаться и не должны рассматриваться это можно назвать фреге для которого подобное имя вообще-то было вполне осмысленным но не обозначающим шелезер ну действительно похоже что на эти категории пока не различают это вообще ну главное однозначность а будет она называться однозначность или односмысленность это не так существенно хотя различия там есть а вот тут же оно говорится тут же оно описано что это вообще нет ни одно значит двусмысленность это не свойство знаков как следует из дальнейших обсуждений а свойство употребления знаков ну и знаки употребляем так что вот они начинают обозначать разные вещи предусмысленность это следствие не внутренних особенностей знаков а того как мы их употребляем кажется где-то там начал улыбаться поздний гейштейн и кто-то еще вот вот здесь это заподозрено следствие не очень удачно в их употреблении ну и дальше да дальше уточняем на самом деле что на самом деле глусностные имена это видимость что это одно и то же имя на самом деле это разные имена но в одном и том же обличе и поэтому поэтому от этого надо избавляться но еще раз он стремится описать как должен выглядеть идеальный научный язык там не должно быть многосмышленности избавляться от него надо примерно так же как это делается например в математике или в виде депутативных наук ну вот тут он это дело называет дифференцировать то есть различать вот эти разные смыслы в которых может употребляться одно и то же ну например как это делается в математике путем добавления штрихов цифровых индексов то есть если некоторое а употребляется почему-то в разных смыслах то надо их различать путем вот а1 один смысл а2 другой смысл и так далее вплоть до ренов сколько бы их не понадобилось ну в общем вот в этом направлении вот главным образом мышцы подмешатся вот так надо избавляться от усмышленности и у вас плюсы ну и попол так а ну да и вот тут вот самое такое самое вызывающее виду уме про общие имена мы там сказали несколько слайдов назад и вот тут он к ним возвращается и говорит вещь странная неожиданная родовые имена могут считаться многозначными но поскольку они прилагаются к разным предметам да с одинаковым правом они могут замещать любой из предметов входящий в класс предметов обозначены то есть каждая из этих предметов является значимой соответственно общее имя родовое имя является ну разночным неожиданным вот так получается не понимаете это сейчас мы уже привыкли понимать эти слова так что это звучит как-то даже немножко дико но в те времена же эта тема была совершенно неразработанная и почему бы вот так разложить вообще и вот дальше получается у него такая классификация стихий есть многозначные есть однозначные и есть необозначающие незначащие и вот что интересно видите тут он опять упоминает круглый квадрат раньше он был назван именем бессмысленным не имеющим смысла а тут он еще и незначащий или необозначающие не придает он этому значения особенно хотя мы сейчас увидим что он это дело немножко различает но круглый квадрат например у него и бессмысленный и без 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 и вот слово ничто тоже сюда попало вдруг ничто это тоже имя не имеющее значение которое надо да выше же он сказал что от бессмертных именов науки вообще должны выходить а тут в их компании попало и слово ничто но это например то к чему потом фредди придрался нет не в той статье о смысле значений которая сейчас для нас такая неправда в другом месте ну потому что потом в основном тексте когда он излагает исчистение классов у него появляется ноль который он неформально объясняет именно как лишь так пустой класс который не обозначает то чего нет а в обедении он понимает тебя объяснил что ничто это бессмыслица а бессмыслица на науки нет а тут видите есть им оказывается место и настолько что пустой класс входит в любой другой не пустой класс ну сейчас это азбук ну в общем вот с точки зрения того что потом пошло вот эти рассуждения действительно выглядят немножко неоправно ну и по поводу различия между двусмысленностью и ну то можно сказать вот значность вызовет другие ассоциации двусначная у нас логика классическая тоже про истинную калуж а тут вот два значения уровня нужно сказать двуизначные ну вот разница в том что на примере он поясняет что термин моя рука имеет два значения потому что рук две если человек здоровый поскольку это обозначает два предмета то это в общее видение имеется два значения но смысл у него один а двусмысленность ну это то что мы наблюдаем в примерах из школьной водки все металлы химические элементы латурь металл но здесь слово металл употреблено в разных смыслах вот здесь вот химия металла казалось двусмысленно но каждый раз оно вполне вроде бы поднозначное ну вот такая история общий итог то какого в общем рассуждении теперь немножко странно а главное что непонятно почему они здесь потому что дальше в основном пеште они у него не работают и не используются он нигде когда бы он не вводил какие-то новые термины и понятия и ссылается он на то что это у него вот какой-то однозначный первым данным что вот эти вот определения которые он здесь дал что они у него потом в основном тексте используются и работают этого не происходит нигде ровно наоборот он дал повод потом и гусевые следи к некоторым местам придираться ну вот таким вот пример по поводу нуля и ништу я уже сказал в общем этот вопрос остался немножко непонятным почему и зачем вдруг оно ему здесь понадобится но факт в том что вот первый кто на эту тему что-то прокурорековал что-то озвучил оказался шевелым введение и коллекция по поводу какую-то классификацию знаков причем применительно к языкам математического улыбки в широком смысле слова так дальше переходим к гусь оп ой слушай что-то я увлекся что-то я увлекся что-то я увлекся еще надо про так ладно значит гусев следующий он в этой компании из этих трех самый молодой самый зажарный вот ну начнем с первого точнее второго текста который в лодке знаков в скобках семиотиках значит текст этот был я повторюсь не опубликован потому что сам этот подход похоже вызвал у него разочарование и да вообще-то он посвящен такому психологическому исследованию трудно читаемому для людей воспитанных на логике аналитической традиции вот эти его просто намеками на позднейшие аналитические анализы ну в общем он там продолжает мысли изложенные философии арифметики но там от собственно арифметических вещей начинает переходить к логическим и пытается какими-то средствами ну на тот момент это средство дистрифтивной психологии пытается описать как вот из естественного стихийного мышления получается мышление логическое естественное мышление тоже часто попадает в цель бывает правильным приводит к истинным заключениям но делает это как-то вот ну как-то так везет как-то вот слепо попадает а надо это сделать логическим то есть описать правило по которым это должно происходить я упрощенно излагаю потому что на языке густо я просто не смог взять потому что чужой понятно в общем основная часть вот этого вот этого текста клойки знаков посвящена вот этому но начинается с того что он проводит некоторую систематизацию классификацию учения о знаках и прямо скажем делает он это более тщательно чем Шелтер старший его товарищ и даже немножко жаль что это было опубликовано только в 1970-х году сейчас увидим значит здесь понятие знака появляется его максимально широко вообще все знак то что позволяет как-то выделить вещь распознать ее отличить от других и потом при новом восприятии этого знака вновь опознать одно и то же самое похоже на то что Шелтер называл однозначностью но все-таки богаче и то и дальше уже когда он переходит к общему имени собственно там пропустим то вот тут появляется идея такого посредничества которое будет уже поинтереснее в частности вот общее имя это знак представления сейчас мы какой-то похабрый психологизм вслед за ним все так начали говорить но на тот момент это было обычное дело и в лингвистики тоже в языкознании в тогдашнем с Моши рядом ходили вот такие объяснения что общее имя это знак общего представления которое имеется в сознании пользователя а вот уже общее представление это тоже знак знак какого-то внешнего предмета который входит в объем соответствующий атак на канале ну то есть он знает понимает позволяет себе подевать максимально широко то есть можно взять знак предмета знак вещи знак знак а потом знак 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 то есть сразу начиная с того что его система будет достаточно гибной так и вот классификация знаков тоже можно увидеть что она поинтереснее чем то что мы только что видели не ушло не то что там многослов многослов однослой сразу хватается за внутреннее содержание за внутренний процесс ну вот в частности внешние комитийные знаки слушайте это немножко напоминает пирсы с индексами иконами да вот пирсы можно было в самом начале еще упомянуть но так немножко с обликом стояло от него пошла немножко другая история да ну в общем внешний знак это случайный идентификатор это то на что жалуется Шрёдер по поводу естественных языков потому что связь между знаками изначально но с исключительно случайный характер с чем то на привычке не обустает а вот примитивный знак это уже поинтереснее потому что он фиксирует с какой-то сторон которая действительно имеет свою так а вот дальше дальше еще интересно вот у него появляются однозначные и многозначные имена и он уточняет что и то и другое и однозначность и многозначность может быть случайной а может быть в силу природы или определения ну вот например собственное имя вообще говоря однозначно ну по определению для того оно и собственное чтобы указывать на один и только один предмет но по случаю оно может оказаться многозначным ну потому что вот так потому что разные когда речь о человеческих существа у нас набор имен ограничен поэтому приходится разных объектов называть похожими именами и добавлять какие-то признаки дополнительные чтобы их как-то отличить что это тот самый который тот Ваня не тот Ваня а этот Ваня с такой европейской какую экзотическую фамилию ни возьми все равно найдется однокласс да и уж смотрите дальше еще любопытнее общее имя случайно тоже может оказаться однозначным то есть имя-то общее но вот так сложилось оно должно быть общим а предмет один ну типа как президент чего-то по идее общее много президентов США президентов Франции где-то случайным образом оказалось единичным но тут фишка в том что общее имя может оказаться однозначным может быть он же сейчас делает то же самое что делал Шрёго у него тоже общие имена оказываются многозначными то есть то что Шрёдер так вот странно поступал это не то что какой-то случайный единичный изгиб какая-то закономерность если гусер ну дальше увидим он он потом усугубляет этот дых когда он начинает рассуждать о простых составах а потом еще связанные с ними прямой и косвенной ну вот как он в самом начале объяснял общие имена там скрывалась идея косвенного знака то есть общие имена указывает на предмет не напрямую а через посредство некого представления поэтому всякое общее имя это косвенный знак а собственный прямой знак и вот дальше вот он выдает себя с головой что предыдущее совпадение со Шрёдером не было оговорки не было случайно все многозначные имена коннотирующие определенный объем понятно является косвенным да здесь слово коннотирующие я вот преднамеренно перевел таким вот милевским термином там у него было немецкое не в лицах но это слово немецкое число позволяет только в результате перевода соответствующего термином косвенности ну вот то есть он под общими именами так же как и Шрёдер видит многозначность разные предметы говорят о том что это разные значения и дальше еще одно любопытное рассуждение то тоже я вот это специально оставил без перевода в косвенных знаках следует различать то что знак во-первых обозначает или как обозначает и обозначает бидойт и бицах но сначала бидойт он про собственные имена то что нам ясно и понятно это сам предмет а вот общего имени что он его бицах слушайте в общем в английском переводе довольно удачно там все-таки английский язык под это хорошо разработан там вот бидойт перевели как сигнифицировать а бицах как денотировать и это очень удачно потому что сигнификация это как бы общее понятие а денотация это вот конкретное название вот ну и соответственно видите у собственной имени денотация это предмет а общего имени что сигнифицирует предмет но при последствии так слушайте вот я все время не рассчитался излишне подробно начали про Шредера но оно того что было потому что про Фрегина много написано его там он уже вдоль и поперек про Гуселя поменьше но тоже не проблема Шредер совсем не еще нет да ну вот еще одно появляется у Гуселя интересное различие с одной стороны идентичные и не идентичные имена с другой эквивалентной и не эквивалентной не только обозначает один и тот же предмет но обозначает одинаковый имена то есть это простое повторение одного и положения 5 и 5 8 и 8 2 и 8 ну типа идемпотент если что-то такое а эквивалентные имена это обозначение одного предмета но разными столовами независимо от того внешние или понятия ну вот пример опять пример разносящих имен опять первый раз в тот раз все-таки оно было уже было киони 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 это то что называют внешнее различение обозначение с помощью разных индексов одного и того же предмета а потом политийные различия 2 плюс 3 7 минус 2 так ну и рецензия все на нее времени не осталось специальную рецензию посвятил Шрёдеру где объяснил что опять-таки в терминах ледницы просчитанного Трендерлинбургом Шрёдер необоснованно неправомерно прикрывается его авторитетом потому что из двух частей язык и исчисления у Шрёдера вообще языка нет исчисления чистой лодки только лишь у него наблюдается что любопытно здесь Гусерс солидаризуется с Фреги с теми мыслями которые что-то изложили в неопубликованной статье и там Фреги эти мысли развивал в основном по поводу Бури что да у тех людей которые занимаются алгеброй у них наблюдается только одна сторона проекта только исчислений а языка у них не хватает не хватает средств для выражения содержания но Гусер уходит в другие поставания но тем не менее обращает внимание именно на них ну и дальше он разоблачает то на что мы обратили внимание то что он вообще не удосужился разобраться что же он все-таки имеет ввиду подзначение то есть когда он писал вот эту рецензию он вообще-то разоблачал в том числе и себя и слава богу наверное тогда он про себя думал что я тот текст не опубликовал а то бы сейчас пришлось писать не рецензию на Шилдера а какое-то саморазоблачение самоотречение самопокаяние потому что у него там в неопубликованном тексте были такие же мысли по поводу того что общая имена является недовольней так ну и вот да я в самом начале обратил внимание что два контекста стоило бы осветить во-первых контекст развития Фредди а и только во-вторых то о чем есть этот закон ну то что во-первых придется оставить на лучшие времена тогда спасибо за внимание одна минута осталась короткий пожалуйста рецензия Фредди на основание полифмедики и бусы были раньше чем на рецензии и бусы позже нет Фредди это уже в 1994 году только он эту рецензию сделал на философию арифметики раньше позже чем что чем вот это все позже да фреггинская рецензия была позже просто основание арифметики были раньше основание арифметики Фредди были раньше нет я имею в виду арифметики да да раньше про шрёдера и гуселя мы все знаем что фреггинская 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 с историческими текстами и вот этими вопросами а у шрёдера и гуселя это рассуждение про это есть или они об этом не я не встречал не а у шрёдера в этих двух текстах точно а гусель хитрый но я не встречал хорошо значит будет что искать еще раз давайте поблагодарим аплодисменты спасибо Да.